Такая палатка когда-то была ее домом, Анжела, в прошлом бездомная. Пару лет назад с бродяжничеством она завязала. А сегодня вместе с волонтерами движения Щедас вновь ночуют на улице в знак солидарности с тысячами бездомных женщин Лос-Анджелеса. О том, каково им на улице, Анжела знает из личного опыта. Я подвергалась насилию и на улице, и в приюте для бездомных. Меня травмировали и пользовались тем, что я бездомная. Если ты женщина на улице, куда тебе идти? Ты не можешь пойти в полицию, потому что полицейский тебе просто не поверит. Участники движения Щедас, она достойна, уверены, женщины на улицах заслуживают всего того, что есть у каждой дочери, матери, жены. Она заслуживает защиту, любовь и дом. Она заслуживает всего, потому что она есть. Палаточный лагерь у стен городской администрации – это попытка достучаться до властей, если экстренные меры не будут приняты быть эпидемией. Мы находимся в кризисном положении с бездомными. Если никак не отреагируем на это, каждая улица в городе будет выглядеть вот так. Впрочем, центр Лос-Анджелеса так и выглядит. И палаток с каждым днем становится все больше. 60 тысяч человек только официально живет в городе под открытым небом. Некоторые бездомные селятся уже в нетипичных для них районах, даже у подножия особняков Белэр. Кстати, именно приготовление ими пищи на костре в том районе несколько месяцев назад привело к сильнейшему пожару. Тогда сгорели десятки особняков. А этот палаточный лагерь в районе Оранж-Каунте стал последней каплей. Тысячи бездомных буквально оккупировали район. Мэр города, который обещал в течение 10 лет обеспечить всех бездомных крышей над головой, выступил на днях с обращением горожанам, мол, ситуация действительно критическая. Планы меняются. Нам нужны экстренные убежища для бездомных. И они нужны нам срочно. Затем все получат постоянное жилье, строительство которого идет. На временное убежище мэр выделил 20 миллионов долларов из бюджета. Пока правозащитники радуются такому повороту, те, кто считают, что власти своей лояльностью сами породили целое уличное движение, возмущены. Почему же Сити не хочет помогать людям, которые работают? Почему она не может помогать студентам? Я тоже хотела бы иметь чистое, маленькое, affordable жилье. Но я не могу это и позволить. Вместо этого новое жилье хотят предлагать людям, которые вообще не приносят никакой пользы, в принципе, обществу. Татьяна рассказывает, за 20 лет жизни в США такого количества бездомных она не видела никогда. В западном Голливуде, где она живет, жители создали инициативную группу, в которой, скооперировавшись, пытаются уговорить местные власти запретить ночевки на улицах. Именно принятый 10 лет назад закон, уверена Татьяна, и стал причиной всего того, что происходит. Жить на улице Лос-Анджелеса съезжаются со всей Америки. Палатки могут стоять на улице с 9 вечера до 6 утра. Это разрешено. В 6 утра они не должны быть убраны, они должны быть приспущены. И если очень жарко, или очень холодно, или ветрено, палатки могут находиться. Никто не говорит о том, куда люди должны ходить в туалет, как они вообще должны жить на улице. И опять-таки, это не то, что было раньше, например, homeless. Да, мы все сочувствовали ему, он лежит на картонной коробке, спит. Нет, теперь люди сделали это образом жизни. Они ставят палатку, ставят обогреватель, заряжают свои телефоны. Тут же собака. Они живут, они живут на проезжей части, на тротуарах. И сделали это образом жизни. Попытки мэра города завязать с бродяжничеством в Лос-Анджелесе скептики называют частью его будущей предвыборной кампании. Поговаривают Эрик Гарсетти, планируют участвовать в следующих президентских выборах. Строительство домов и приютов ситуацию не изменит, уверены те, кто не верит властям. Среди бездомных много тех, кто нуждается в психиатрической помощи или в лечении от наркозависимости. Потому строить надо, говорят они, не дома, а клиники. Ангелина Багдасарян, Возген, Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.